Дагестанские фермеры перешли от разведения кур к африканским страусам. Семья из Карабудахкенского района планирует создать хозяйство по разведению этих экзотических птиц. Как выяснилось, и яйца, и мясо пользуются популярностью у населения. Пристальный взгляд и грозное шипение. Этот страус своим видом дает понять. Посторонних в своем вольере он не потерпит. Как говорят владельцы экзотической пары, таким образом он защищает свою подругу. Птицы неразлучны с самого детства. Их еще недельными птенцами привезли из Краснодарского края. К местному климату страусы легко приспособились. И уже в следующем году фермеры ждут пополнения. Вообще они яйца дают после трех лет. Мы в этом году получили яйца одних. В этом году уже ожидаем вообще больше. Потому что уже им четвертый год, когда они могут выводить вот эти яйца и птенцы. Всего семья Аминтазаевых приобрела 12 птенцов. Но выжили только две самые сильные особи. Сами неопытные были. Первый раз. Первый раз начали. Как первый раз сразу тяжело же бывает. Сами неопытные, где покупали туда. Звонили, как держать. Все это они подсказывали. Но все равно первый раз. Они тоже пока адаптируются местные условия. Там условия, здесь условия, конечно, разные. Пока не адаптировались. Вот такое получилось, конечно. В целом, разведение страусов фермеры считают делом нехлопотным. Особого ухода не требуют. В еде непривередливые. К российским морозам африканские птицы и то привыкли. Ничего не тяжело. Они много не кушают. Они люцерну, витамины надо. Потом овес, ячмень. Немного зерна можно. Кукурузу. Гранулы можно добавлять. Куриные. Овощные тоже можно. Самая крупная птица в мире может развивать скорость до 60 километров в час. Взрослые особи нередко весят более 100 килограммов и достигают двух метров в высоту. Страусинные фермы в России появились относительно недавно. Их разводят из-за диетического мяса, яиц и дорогих перьев. При этом многие владельцы признаются, что за время выращивания птенцов привязываются к ним, как к домашним питомцам. Каждый день утром просыпаемся, бегом идем смотреть на них. Они выходят и танцуют. Мы радуемся. Когда первое время танцевали, мы сразу в Краснодар звонили, говорим, они танцуют. Значит, у них там хорошее адаптирование идет. Несмотря на размеры и силы, птицы ведут себя вполне дружелюбно. Сейчас они слегка напуганы, но при этом позволяют кормить себя сырки. В планах семьи Аминтазаевых открыть в районе крупное предприятие. В следующем году, когда появятся птенцы, фермеры собираются расширить участок и перевезти еще несколько птиц. По поводу рентабельности бизнеса не переживают. Приобрести экзотическую продукцию в Дагестан приезжают даже из соседних регионов.